Приветствую, друзья! Вот удивительное дело. Вот я столько лет работаю над тем, чтобы объяснять, разъяснять. И миллионы людей меня смотрят. И на телевидении центральном я был. И программе «Помоги себе сам» с меня стартовала. Которые смотрели не только у нас в Советском Союзе, в России, но и во многих странах мира и так далее. Для чего я это всё делал? Чтобы человек не терял трезвости и критичности, вот и ориентированности. Но это основные параметры у психиатров адекватный человек или нет. Это критичность и ориентированность. И вот я с удивлением наблюдаю. Я, во-первых, хочу вам сказать, что я женщин не просто люблю, я их уважаю. Да, обожаю. Готов о них стихи писать, и маме посвящать, и дочери, и жене, и сестре. И так же хочу, чтобы вы были здоровы и любили друг друга все. И вот сейчас смотрю, женщина, профессор, который я уважаю, который много раз смотрел. У него большая аудитория в интернете. Ну, извините, скажу по-интеллигентски. Если можно так выразиться, такую пургу несёт. Про этот квантовый переход. Ну, прямо точно создаётся новая религия. Что сейчас Земля проходит квантовый некий переход. И сейчас все люди светлые останутся. А не светлые останутся за бортом. Ну, это же так корреспондирует с нашим желанием, с нашим оптимизмом, с нашим гуманизмом. И поэтому народ-то собирается, и все там, да, да, и вот про этот квантовый переход. Да нету никакого квантового перехода, друзья. Я столько лет посвятил специальному изучению этих вопросов. И сказал много раз, что в условиях неопределённости, когда теряют люди ориентированность и критичность, да, они манипулируются, их сознание манипулируется. И на этом сейчас основано то, что всех так напугали. И все сразу пошли, и все сразу вот это, и того, и сего. Со всеми этими побочными эффектами. Почему? Потому что в школе обычной нас никогда не учили думать. Думать. Нам говорили, думайте самостоятельно, но не учили этому, потому что технологии не было. В нашей школе человек будущего, слава богу, за столько лет создалась эта технология. Написаны столько книг, и на многих языках мира, и телевидения, и все газеты про это писали в своё время, включая «Правду», «Известия», «Социндустрию», «Парламентскую газету» и так далее. Много людей помогали, развивали, благодаря чему и есть наша школа. И спасибо вам. Но вопрос важный. О квантовом переходе говорят давно, потому что в психологии, вот среди психологов, мы всегда искали инстинктивно, на что опереться, чтобы люди были более доверчивы к их словам. А квантовая физика, физика – это наука. И поэтому, когда делают ставку на науку, и с помощью флага науки рекламируют что-то, доверие возрастает. И поэтому, например, такое явление, как психологический феномен, как переход из хаоса к порядку, из стресса, в медитативное состояние релаксации, тут же стали называть квантовым переходом. А сейчас начали называть квантовым переходом, что Земля, как планета, переходит там в орбитах, делает квантовый переход, и создаётся новая религия. Как это происходит? Обычно мужики создают религии, потому что они более сознательные, но они меряются всё время между собой. Вот это самоутверждение. Почему, несмотря на то, что все говорят, что мир лучше войны, всё равно войны происходят. Вот это агрессия мужская, самоутверждение. У меня лучше поднято всё. У женщин нечем мериться, но они берут то, что мужчины говорят. И говорят иногда так, я уже как-то говорил об этом. Нам не важно, как устроены часы, главное, чтобы точное время показывали. Но я говорил ещё и следующее, но чтобы они всегда показывали точное время, надо знать, как они устроены. Поэтому наука существует. Не надо её превращать в религию. Не надо, опираясь на научные какие-то данные, раздавать религиозную картину мира. Это две картины мира. Объективная и субъективная. Религия построена на многих миллионах лет существования человечества. Написана не Богом, а людьми. И много раз переписывались эти все священные писания под определённую канву, под определённую идею. Так вот, женщина, женщина, это прекрасное чудо на планете, это существо, которое самое красивое на свете, самое загадочное, самое пластичное, самое музыкальное, самое танцевальное, самое творческое, самое-самое-самое-самое... Но она замужем, а не мужчина за женщиной. Почему так произошло? Это же не я придумал. Это вот-вот-вот-вот многовековая наблюдательность человечества определила так, что женщина замужем. Потому что у неё свои задачи, она очень часто не только эмоциональна, что сразу создаются доминанты в них мысли, а ещё и занята деторождением, благодаря чему и есть мы с вами, друзья, о чём бы мужчина там ни бегал, ни прыгал, и копьём не махал, или мечом, или стрелял, без женщин куда мы денемся, куда денется род человеческий. Вот эти инстинкты выживания, инстинкт продолжения рода, да, инстинкт самосохранения, бей-бей-бей-бой, и вот как раз эти, скукожица спрятаться, голову в песок, ничего не вижу, ничего не слышу, доминанту, да, в позу эмбриона, защищённого. Так вот, у меня же вот эта речь, так сказать, программная, потому что я делаю там райскую группу, куда войдут после собеседования, безусловно, с каждым, именно войдут люди, которые сохраняют критичность мышления, да, и ориентированность, потому что очень много людей просто не только расчеловечили, лишили разума, и вот эти вот агитаторы за квантовые переходы планеты, говорят о хороших вещах, но ещё больше добивают критичность человека. Нету никакого квантового перехода, и быть-то не может. Просто мечта человека, что когда-то, наконец, наступит улучшение жизни, как во всех же религиях, классических религиях, ведь там говорится о человечности, любите ближнего, ну там же всё о человеке говорится, ведь даже не боги писали, я повторяю, люди писали. Так вот, школу «Человек будущего», «Homo futurus», очень много людей записано. Я хочу, чтобы от меня отписались все те, которые слепо верят в всё, что им скажут, никогда не проверяя, никогда не задумываясь своей головой, не сопоставляя, а просто берут и верят, что им скажут, то верят. Вот такие нам не нужны. Вот они действительно пускай остаётся там, где они находятся, потому что для них место в интернете как раз-таки 99%. А наш канал, школа «Человека будущего», «Homo futurus», да людей творческих, разумных, чтобы сохранить разум на планете, чтобы уменьшить кризисы и войны, и потребность в лекарствах, и зависимость от авторитетов. Потому что, когда неопределённость, кто говорит увереннее, за ним и следует. Потому что молчаливо предполагается, если он уверенно говорит, значит, он что-то знает. А проверяйте. Надо всегда проверять. Именно поэтому наука существует. Она основана на наблюдении, на эксперименте, на обратной связи с реакцией. Сделал исследование, посмотрел реакцию, сделал выводы, сделал следующее, там обратная связь. А там, где нет обратной связи, это зависит только от точки зрения, которые кто-то вам продиктовал, и вы честь отдали и пошли. Понимаете, в чём дело? Я хочу, чтобы разум на планете сохранялся, и вы этого хотите. Я хочу, чтобы любовь сохранялась, чтобы человечность сохранялась. Вот Булгаков какой молодец. Читайте Булгакова. Вот как раз-таки посвящённый. Помните бал? Вот они там. Эта картина у меня называется. Помните, как она называется? Она была вся красная. Я её переделываю, 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 чтобы было интереснее, интереснее. Упоение шампанское. Я не пью, друзья. А то кто-то сейчас найдётся, вот, говорит о шампанском, а сам говорит о человеке будущего. Нагодится? Особенно подростки, которые ещё ничего не испытали в жизни. Я сам помню, когда был подростком, что бы мне не показывали, я говорю, ну и что, подумаешь. Подросток – это такой период, как сейчас человечество в неопределённости. Всё зависит от того, какие доминанты у человека в этот момент работают. Гормональные, эмоциональные, творческие. Как говорится, в моменте, что у него сейчас первично. Важно ему, как часы устроены, или неважно. Или, главное, точное точное время. Так вот, друзья, сейчас ситуация неопределённости, и мы находимся все в точке дефуркации, когда от авторитета кого-то, который уверенно говорит и что-то, от личного мнения каждого зависит наше будущее. Будьте аккуратнее, друзья. В райскую группу, которую я буду записывать, только после собеседования, именно поэтому. Уже несколько человек я беседовал. Прекрасные кандидаты. Через пару недель ещё, пока мы там образуем все механизмы, чтобы можно было принять, я сделаю объявление. Вы всё это услышите. Кто со мной не согласен, спорьте, доказывайте, аргументами, а не просто так. Вот он говорил, или он говорил. Друзья, и вы тоже говорите, если хотите, но не со мной. до встречи. До встречи. До встречи.